Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианской радиостанции «Голос надежды». Сегодня мы предоставляем место у микрофона руководителю отдела общественных связей нашей радиостанции Светлане Александровне Кузьминой. Она познакомит вас с письмами, которые приходят к нам от наших радиослушателей, учащихся заучной библейской школы. Кстати, сегодня наша почта не совсем обычна. Об этом сейчас и пойдет речь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я сегодня вас познакомлю с почтой «Голос надежды». Нам очень приятно, когда вы пишете нам теплые письма, поздравления, присылаете в наш адрес очень красивые новогодние открытки. И особо хочется поблагодарить Иванову Ларису из города Курска, Леонарду Козловскую из Латвии, Якунина Андрея Леонидовича из Казахстана. Также поблагодарить Степанова Александра Николаевича, который поздравления прислал из Приуральского района, поселка Харп. Также мы благодарны Роману Николаевичу Скорику, Краснодарский край, поселок Двубратск. И еще многие-многие нам прислали свои очень красивые, яркие поздравления. Особо нас радуют те, кто присылает нам поздравительные открытки и письма в стихах. Вот, например, Наталья Петровна Бибик из республики Адыгея, город Майкоп, прислала такую интересную очень открытку вот с такими словами. «Поздравляю вас с Новым годом! Всех сотрудников голоса надежды!» И дальше идет замечательный стих. «Приходят сегодня в дома Новый год, сердечно звучат поздравления. Пусть маленький ангел с собой принесет прекрасных надежд исполнения. Пускай же в душе он поможет сберечь огни новогодних сиянье, и будет в году много радостных встреч душевности и понимания». Также нам поздравления приходят и по электронной почте. К сожалению, иногда нельзя разобрать, из какого населенного пункта, потому что электронная почта, она содержит зачастую только электронный адрес. Вот, например, Виктория Ахондова, эта певица, песни которой иногда звучат в нашем эфире, написала такое поздравление нам. «Поздравляю всех вас с наступающими праздниками! Пусть Новый год будет светлым, добрым, наполненным интересными событиями и благословениями Божьими!» заставляет подводить итог уходящий год. Что быстро тает, что бы ни было, храни вас Бог в том, что есть и в том, что ожидает. Благодарим Викторию Ахудову за такие замечательные стихи. А вот семья Арабаджи также по электронной почте прислала нам из Горного Алтая поздравления. Дорогие сотрудники «Голоса надежды», мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. Огромное спасибо вам за заботу и столь нужные вести, которыми вы нас всегда снабжаете. И дальше идет такое пожелание в стихах. «Имя Господа славить сладостно, воспевать Ему гимны радостно, под защитой жить всемогущего, можно ли желать счастья лучше?» Вот такие теплые, замечательные, красивые стихи. Почта приходит в адрес «Голоса надежды» очень много. И нам приятно всегда читать ваши такие теплые слова, такие пожелания в наш адрес. И мы благодарим каждого, кто пишет нам письма. Позвольте, я сегодня зачитаю некоторые из них. Пишет нам Тамара Александровна Шульгина из Амурской области, село Поярково. «Благодарю вас за присланные библейские уроки по археологии, посредством которых я больше познаю Иисуса Христа. Познавая прошлое, отвечая на вопросы, я ближе становлюсь к нашему Господу. Благодарю вас и за газету «Голос надежды», которую я читаю с большим удовольствием. Прочитывая ее, я получаю духовную силу в своем состоянии. Она укрепляет и обогащает знаниями. А еще особо хочу поблагодарить за DVD-диски, которые вы мне присылаете. Кое-что из того, что вы прислали, я оставила себе, а некоторые просто подарила родственникам. Теперь буду постоянно заказывать у вас DVD-диски с духовными телепрограммами. А вот Левакова Татьяна из Эстонии, город Кохтло-Ярвы, пишет такие строки. «Дорогие мои труженики, голоса надежды, благодарю Господа за вашу передачу. Всегда слушаю вас и хочу сообщить вам, что через ваши программы мой сын Виктор принял Господа, принял водное крещение. Слава Богу! Прошу прислать для него некоторые книги». А вот Зинаида Васильевна Коробцова из Ульяновской области, поселок Теренго, написала вот такие интересные строки. «Вот уже много лет я живу и работаю фитотерапевтом в поселке Теренго. Имею высшее образование, звание кандидат наук. Поэтому люди ко мне тянутся с разными вопросами по религии. Не буду говорить, что я сделала и ли делаю в этом плане, но мне не хватает духовной литературы. Ваши передачи по радио слушаю давно и постоянно. Ваше предложение выслать Новый Завет приняла как благо. Но больше всего меня заинтересовала книга «Патриархи и пророки», которую вы цитировали в одной из передач. «Очень прошу вас выслать мне ее. Очень уж она нужна для моего общения с людьми. Я чувствую, что через это могу послужить Богу и людям». Дорогие друзья, мы рады сообщить вам, что теперь радиопередачи «Голоса надежды» можно слушать в любой точке мира, где есть интернет 24 часа в сутки в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти на официальный сайт нашего радиотелецентра в интернете www.golosnadежды.ru и нажать соответствующую кнопку «Радио послушать онлайн». «Радио послушать онлайн». «Радио послушать онлайн». «Радио послушать онлайн», «Радио послушать онлайн». «Радио послушать онлайн». «Радио послушать онлайн». Над дорогою ночной звездною Это небо тебе молится Плачет ангел над душой позванной Ты всегда считал слезу слабостью Суетой пустой себя спутывал Причастившись неземной радостью Плачь своей души, с его путаешь Научи меня гореть свечкою От лампад небесных дай Пламени В оправданье мне сказать нечего Из тюрьмы страстей земной каменной Тонет дождь во тьме не гром Молния Над дорогою ночной звездною Это небо тебе молится Плачет ангел над душой позванной Тонет дождь во тьме не гром Молния Молния Над дорогою ночной звездною Это небо тебе молится Плачет ангел над душой позванной Тонет дождь во тьме не гром Тонет дождь во тьме не гром Молния Молния Над дорогою ночной звездною Это небо тебе молится Плачет ангел над душой позванной Послушайте, пожалуйста, нашу передачу из рубрики «Читальный зал». Для вас прозвучат отрывки из книги известной христианской писательницы Елен Уайт «Пророки и цари». Глава 12. От Израиля до Харива Третья книга царств. Глава 18. Стихи с 41 по 46. Глава 19. Стихи с 1 по 8. Апостол Павел свидетельствует «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание Коринфянам. Глава 12. Стихи 9 и 10. Забыл ли Бог об Илье в час испытания? О нет. Он любил своего слугу, когда тот чувствовал себя покинутым Богом и людьми, не меньше, чем тогда, когда в ответ на молитву Ильи с неба сошел огонь, освещая всю вершину горы. И теперь, когда Илья спал, нежные прикосновения рук и ласковый голос пробудили его. В ужасе он вскочил на ноги, чтобы бежать, боясь, что враги обнаружили его убежище. Но исполненное сострадание лицо, склонившееся над ним, было лицом не врага, но друга. Бог послал небесного ангела накормить своего раба. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. После того, как Илья подкрепился, он снова уснул. И вторично пришел к нему ангел. Коснувшись измученного беглеца, он с состраданием и нежностью сказал ему, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива, и там укрылся в пещере. Глава тринадцатая. Что ты здесь? Третья книга царств. Глава девятнадцатая. Стихи с девятого по восемнадцатый. Убежище Ильи на горе Харив, хотя и спрятанное от людей, было известно Богу. И утомленный и разочарованный пророк не был оставлен на произвол судьбы в борьбе с осаждающими его силами тьмы. У входа в пещеру, где Илья нашел себе убежище, Бог встретился с ним. Через могущественного ангела он осведомился о его нуждах и сообщил ему свой план для Израиля. До тех пор, пока Илья не научился вполне доверяться Богу, он не мог выполнить свой долг перед теми, кто поклонялся Ваалу. Блестящий успех на вершинах Кормила проложил путь для великих побед. Однако Илья, испугавшийся Язавели, не воспользовался открывающимся перед ним прекрасными возможностями. Предстояло объяснить человеку Божьему слабость его настоящего положения в сравнении с теми преимуществами, которые предназначал ему Бог. Господь встретил своего измученного слугу следующими словами. «Что ты здесь, Илья? Я послал тебя к потоку Кессон, а потом к вдове в Сарепту. Я поручил тебе возвратиться к Израилю и стать перед языческими священниками на Кормиле. Я дал тебе силу, чтобы ты мог указать путь царю к воротам Изриэля. Но кто послал тебя в этот поспешный путь, в пустыню? С каким поручением ты пришел сюда? В душевной горечи Илья излил перед ним свою боль. «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Повелев пророку оставить пещеру, ангел приказал встать на горе перед Господом и слушать его слова. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое, мелотию своею, и вышел из стола входа в пещеру. Бог решил открыться своему рабу не в могущественных проявлениях своей силы, но в веянии тихого ветра. Он желал показать Илье, что бурная деятельность — не всегда наиболее успешное средство в достижении его целей. В то время как Илья ожидал откровения Господа, разразилась сильная буря, сверкали молнии, перед ним полыхал всепожирающий огонь, но во всем этом не было Бога. Тогда до него донеслось веяние тихого ветра, и Пророк покрыл свое лицо перед Господом. Чувство досады, волнения прошло. Он успокоился и смирился. Он знал теперь, что когда потребуется, он обязательно получит помощь, если будет смиренно верить в Бога и без колебаний полагаться на Него. Не всегда самые красноречивые объяснения истины Божьей могут убедить душу и обратить ее к Богу. Не красноречие и логика трогают сердца людей, но нежное прикосновение Святого Духа, которое тихо, но верно преобразует и развивает личность. Во свалинах забытых городов И на пути грядущих поколений Лежит любовь, как камень преткновений Как суть падений Взлетов и трудов Лежит любовь, как камень преткновений Как суть падений Взлетов и трудов О ней поет веков немая глушь В основе всех пророчеств и преданий Лежит любовь, как камень испытаний Умов, сердец И наших бренных душ Лежит любовь, как камень испытаний Умов, сердец И наших бренных душ Субтитры создавал DimaTorzok Когда остынут слезы, боли и смех Оставившую доль земной отчизны Зачтется либо в правду, либо в грех Любовь, как мера истины и жизни Зачтется либо в правду, либо в грех Любовь, как мера истины и жизни В развалинах забытых городов И на пути грядущих поколений Лежит любовь, как камень преткновений Как суть падений Взлетов и трудов Лежит любовь, как камень преткновений Как суть падений Взлетов и трудов Субтитры создавал DimaTorzok В эфире передача из рубрики Поэтическая страница Она посвящена духовной поэзии Пусть для вас сегодня прозвучат Поэтические произведения Из русской классики Предлагаем вашему вниманию Стихотворение Ивана Ивановича Козлова Молитва Прости мне, Боже, прегрешение И дух мой томный обнови Дай мне терпеть мои мучения В надежде, вере и любви Не страшны мне мои страдания Они залог любви святой Но и дай, чтоб пламенной душой Я мог лить слезы покаяния Взгляни на сердце нищету Дай Магдалины жар священный Дай Иоанна чистоту Дай мне донець венец мой тленный Под игом тяжкого креста К ногам Спасителя Христа Сейчас для вас прозвучит стихотворение Константина Николаевича Батюшкова Надежда Мой дух Доверенность к Творцу Мужайся, будь в терпенье камень Не он ли к лучшему концу Меня провел сквозь бранный пламень На поле смерти чья рука Меня таинственно спасала И жадной крови меч врага И град свинцовый отражала Кто, кто мне силу дал сносить Труды и глад и непогоду И силу в бедстве сохранить Души возвышенной свободу Кто вел меня от юных дней К добру стезею потаенной И в буре пламенных страстей Мой был вожатый неизменный Он, он, его все дар благой Он нам источник чувств высоких Любви к изящному прямой И мыслей чистых и глубоких Все дар его и краше всех Даров надежда лучшей жизни Когда шузрю спокойный брег Страну желанную отчизны Когда струей небесных благ Я утолю любви и желания Земную ризу брошу в прах И обновлю существование Это стихотворение Поэт Иван Петрович Мятлев Назвал «Воскресение Лазаря» Четверодневен Лазарь был Холодным саваном обвитый Тяжелым каменем накрытый Когда его спаситель воскресил И слово одного давлело Чтоб огнь и жизни и любви Опять зажечь в его крови Уже навек оледенелый Подобно Лазарю обвит И я житейской переною Тяжелой суетой земною Как будто каменем накрыт Но из реки спаситель слово Но снизойди, святая благодать И я душой воспряну снова Я верой озарюсь опять Улягутся земные бури Туман страстей исчезнет вдруг И светлой звездой в лазури Небес мой засияет дух Я в вожделенную стихию Душой свободной погружусь И, преклонив колено в ию Я с сокрушением помолюсь Перед владыкою творения Виновником всех бытия Я как одила всесожженья И справится мольба моя Ну ах, достоин ли я грешный Чтобы меня спаситель посетил Нет прелестям юдоли здешней Себя я слишком посвятил Земной любви, земной отради Я слишком жертвовал душой И дал угаснуть я лампаде В которой был огонь святой Как мытаря мое воззвание Ты не отринь, прими, Господь Ты возврати мне упование И умери земную плоть Не верью моему сомнением Ты благодатно помози И для меня над обольщением Твой крест победный водрузи Это стихотворение без названия В часы забав или праздной скуки Оно принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина В часы забав или праздной скуки Бывало лирия моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал Я лил потоки слез нежданных И раном совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует И внемлет Арфи Серафима В священном ужасе поэт И в заключении послушайте Еще одно стихотворение Пушкина Пророк Духовной жаждою томим В пустыне мрачной я влочился И шестикрылый Серафим На перепуте мне явился Перстами легкими, как сон Моих зениц коснулся он Отверзились вещие зеницы Как у испуганной орлицы Моих ушей коснулся он И их наполнил шум и звон И внял я небо содроганье И горний ангелов полет И гад морских подводный ход И дольней лозы прозябанье И он к устам моим приник И вырвал грешный мой язык И празнословный лукавый И жало мудрые змеи В уста замерзшие мои Вложил десницию кровавой И он мне грудь рассек мечом И сердце трепетное вынул И уголь, пылающий огнем Во грудь отверстую водвинул Как труп в пустыне я лежал И Бога глаз ко мне воззвал Восстань, пророк И вишть, и внемли Исполнись волею моей И обходя моря и земли Глаголом жги сердца людей Дорогие друзья Для вас звучали стихи Русских поэтов XIX века В исполнении артиста Анатолия Кирякова Ждем ваши письма с отзывами На эту передачу Наш адрес 127 473 Москва, Банянский ящик 3 Христианская радиостанция Голос надежды Мы будем рады встретить вас И на нашем сайте в интернете Его адрес Голоснадежды.ру До свидания Да хранит вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok